Ранним утром 30 октября 1961 года С военной авиабазы Оленья на Кольском полуострове В небо поднялся самый большой советский стратегический бомбардировщик Ту-95 На его борту было 9 человек экипажа и груз Страшнее которого мир еще не знал Летчикам предстояло выполнить задание государственной важности Исход операции не мог предсказать никто Нам сказали, что да, дорогие товарищи экипаж Вас очень серьезно предстоит работа Значит, шанс из тысячи, как говорится Можете не уцелеть После завершения Второй мировой войны Держава-победительницы стремительно начали приближаться к Третьей Чудовищные атомные взрывы в Хиросиме и Нагасаки Превратились лишь в скромную овертюру к гигантской по масштабам гонке вооружения В последующие несколько десятилетий США и СССР Год за годом создавали все более мощные атомные бомбы и испытывали их Хотя советские атомщики немного отставали от американских Это не мешало энергичному лидеру Советского Союза Угрожающе размахивать атомной дубиной Перед лицом своих идеологических противников Мы не просители здесь А мы представляем свою великую нацию и великое государство Советского Союза 10 июля 1961 года Первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев Пригласил в Кремль известных советских физиков Мероприятие проводилось в полной тайне И носило вполне, правда, протокольное название Встреча руководителей партии и правительства с учеными-атомщиками Что будет на этой встрече, никто из приглашенных не знал Но понятно, что физикам предстояло услышать нечто важное Заседание началось с сенсационного заявления Хрущева Советский Союз отказывается от моратория на ядерные испытания Которые он соблюдал почти три года Они возобновляются уже с осени 61-го И, наконец, самое главное В ходе этих испытаний Решено взорвать водородную бомбу небывалой мощности В 100 миллионов тонн тротила Пора, сказал Хрущев, наконец-то показать этим империалистам На что мы способны Решение правительства встретили бурными аплодисментами Но все же один человек пытался возражать Хрущеву Это был отец советской водородной бомбы Дважды герой социалистического труда Академик Андрей Сахаров Он предложил ядерных испытаний не начинать Это, по его мнению, нанесло бы большой ущерб делу мира и разоружения Но Хрущев обрушился на него с резкой критикой Вы суетесь не в свое дело, яростно кричал он Наш противник понимает только язык силы Я был бы последний слюнтяй, а не председатель совета министров Если бы слушался таких, как Сахаров После совещания Сахаров оказался в одиночестве Его никто не замечал Казалось, это конец его карьеры, и он полностью уничтожен Некоторые из его коллег уже гадали Каким образом гнев Хрущева отразится на карьере академика Однако в тот же день стало ясно Бомбой будет заниматься отдел, которым руководил Сахаров И неожиданным все это было только на первый взгляд В конце 40-х годов в районе маленького города Сарова Начали происходить странные вещи Его окружили несколькими рядами колючей проволоки И внутри этого кольца не пропускали никого Жители соседних деревень были уверены, что там идет эксперимент По строительству пробного коммунизма Что это такое, они не знали Но думали, что жизнь за проволокой очень хорошая На самом деле, Саров стал первым островом советского ядерного архипелага Он не раз менял свое название Арзамас-75, Арзамас-16, Кремлев Но чаще его называли просто объектом Ученые и конструкторы, которых собирали для работы на объекте со всей страны Жили за проволокой по тем временам действительно почти в коммунистических условиях Но за пределы города никого из них не выпускали Ни в отпуск, ни даже на похороны близких От Москвы до Сарова ходит самолет Кто сюда попал, обратно не придет Пели в своих частушках секретные физики Именно здесь, в Сарове, где собирали первые советские атомные бомбы У группы физиков, а вовсе не в голове Хрущева Родилась идея разработать и взорвать 100-мегатонного термоядерного монстра Одним из ее авторов был Андрей Сахаров Он работал за проволокой еще с 49-го года В некий момент я пришел к Андрею Дмитриевичу и сказал До чего? Андрей Дмитриевич страшно загорелся этой идеей Когда об идее 100-мегатонной бомбы сообщили в Москву Хрущев ухватился за нее обеими руками Она пришлась очень кстати Начало 60-х, один из пиков противостояния Востока и Запада в холодной войне Совсем недавно под Свердловском сбили американский самолет-шпион У-2 США объявили блокаду дружественной нам Кастровской Кубе Накануне разразился опасный берлинский кризис 13 августа 61-го года всего лишь за одну ночь Берлин разделила бетонная стена В общем, это было самое время для того, чтобы утереть капиталистам нос Или, выражаясь самобытным хрущевским языком, показать им Кузькину мать Отругав на кремлевском совещании Сахарова Хрущев не случайно включил его фамилию В список физиков, разрабатывающих супербомбу К Сахарову он относился с большим уважением И считал, что среди советских ученых Он сверкает, как драгоценный камень Оборона, наша честь, дело всенародное Бомба атомная есть, есть и водородная Эти стихи Сергея Михалкова весьма точно отражали сложившуюся в начале 60-х годов ситуацию И атомная, и водородная бомбы у Советского Союза действительно были Но все рекорды по мощности взрывов оставались пока за США Самое первое в мире термоядерное устройство по имени Майк Американцы взорвали 1 ноября 52-го года Огромная конструкция, размерами с трехэтажный дом Обладала колоссальной по тем временам силой 10 мегатонн В 500 раз сильнее бомбы, сброшенной на Хиросиму Советский ответ последовал летом 53-го В отличие от Майка Первую советскую водородную бомбу Можно было перевозить на самолете После ее испытаний к Андрею Сахарову подошел руководитель ядерного проекта Игорь Курчат Он поблагодарил его за патриотический подвиг во имя мира Тогда советские бомбоделы называли свою работу борьбой за мир Они были убеждены Такое оружие необходимо как раз для того, чтобы остановить ядерную гонку Когда произошел первый термоядный взрыв Курчатов так сел Увидев все это И сказал Теперь я знаю, что на каждой бомбе Нужно рисовать голод мира Война невозможна Но это реакция нормального человека Но была и другая реакция Когда говорили, что вот с помощью этой штуки Мы можем уничтожить Нью-Йорк, Филадельфию Любой другой город В испытаниях новейшей военной техники Всегда снимали фильмы Которые потом демонстрировали руководителям страны На пленках стоял гриф совершенно секретно И даже членам политбюро их выдавали под расписку Просмотры эти всегда вызывали повышенные эмоции И казалось даже, что в голосе знаменитого диктора Юрия Левитана Которого приглашали на озвучивание этих секретных фильмов Чувствовался неподдельный восторг Вернемся в городок полигона Сейчас из суда подойдет ударная волна Вы видите группу людей, стоящих на дороге Наконяясь далеко от места взрыва Они чувствуют себя спокойно Но за это благодушие им придется поплатиться Позже кинокадры испытаний первой водородной бомбы Взорванные в 1953-м Как бы невзначай показали иранскому шаху Реза Пихлеви Доходившемуся с визитом в Москве Вместе со своей супругой Сареей Посмотрим, что же происходит в это время В другом поселке полигона Находящемся в 18-ти километрах от взрыв Сейчас сюда должна подойти ударная волна Иранский шах оказался одним из первых Иностранных зрителей подобного фильма Результат превзошел все ожидания Супруга шаха не выдержала этого киносеанса Она закрыла лицо руками и выбежала из зала Сам Реза Пихлеви тоже был потрясен увиденным Для себя он решил С Москвой лучшие отношения не портить Это был взрыв самой первой И не самой мощной водородной бомбы 11 июля 1961 года На следующий день после встречи физиков с Хрущевым в Кремле Сахаров вернулся в Саров Кто-то из его коллег спросил А зачем вообще делать такое людоедское оружие? В ответ Андрей Дмитриевич сослался на слова Хрущева Который сказал Пусть эта бомба висит над капиталистами Как дамоклов меч В группе Сахарова оказались еще 4 человека Юрий Трутнев, Виктор Адамский, Юрий Бабаев и Юрий Смирнов Отказываться от государственных заданий тогда было не принято Впрочем и для самих физиков разработка 100 мегатонной бомбы Становилась уникальной профессиональной задачей Настоящий рай для теоретика Говорил тот же Сахаров У меня было впечатление, что эксперимента не будет Он мне показался просто невероятным по своей цифре Потому что мы знали, что самый мощный эксперимент, который проведен в мире Это американцами, там порядка 12-13 мегатонн А здесь названа цифра 100 мегатонн Мне казалось это каким-то недоразумением почти Но уже где-то на третьей неделе работы Я вдруг увидел, что обстановка сильно изменилась Засиживались глубокими вечерами и до ночи Прежде чем возвращались домой И я понял, что да, все всерьез Ученые и физики всегда славились остроумием И позже среди них родилась шутка Что супербомба и есть та самая Кузькина мать Которую Хрущев собирался показать Западу Ну а сама бомба получилась огромной 8 метров в длину и 2 в ширину С самолета она должна была опускаться на парашюте Для того, чтобы летчики могли как можно дальше улететь от эпицентра взрыва Площадь этого парашюта составляла полтора квадратных километра В начале 60-х остряки даже шутили Что дефицит капроновых изделий, который поразил Советский Союз Связан именно с тем, что конструкторы начали работу над этим парашютом Поднять бомбу в небо, а потом сбросить ее на землю Должен был самый большой стратегический бомбардировщик Ту-95 В конце сентября 61-го года его перегнали на Кольский полуостров на авиабазу Оленья И там начали готовить к будущей секретной операции Экипаж из 9 человек постепенно осваивал машину Летчики пока еще не знали, что им предстоит Нам сказали, значит, шанс из тысячи, как говорится Можете не уцелеть, все должно сработать идеально Но чем? Черт не шутить А мы между собой, когда уже пришли в гостиницу, обговорили Что, мы готовы или не готовы? Ну а что делать? Тут уже все, назад, хода нет Сто-мегатонная бомба не влезала в бомбалюк самолета Поэтому перед испытаниями пришлось вырезать часть фюзеляжа Но бомба была такой огромной, что даже после этого все равно торчала наружу И Ту-95, по остроумному заключению летчиков, выглядел немного беременным Самолет покрасили ослепительно-белой краской И мыли его каждый день особым шампунем, разработанным по специальному рецепту Экипаж надраивал свой самолет до зеркального блеска Летчикам объяснили, от этого зависит их жизнь Но не объяснили, почему Как не объяснили и то, что от мощнейшей световой вспышки, которая образуется при взрыве 100 мегатонн Их уже ничего не спасет Даже зеркально отполированный самолет Такую бомбу не взрывал еще никто и никогда Что будет с землей после взрыва фантастической мощности? Может быть он замедлит ее вращение и вообще расколет земной шар? На западе рисовали страшные картины будущего Утверждали, что растают льды в северном ледовитом океане И убеждали Хрущева отменить испытания Первое упоминание о готовящемся взрыве появилось 8 сентября 1961 года На страницах американской Нью-Йорк Таймс Это был беспрецедентный случай в истории советской внешней политики Подготовку к испытаниям даже и не думали скрывать от запада Советские граждане узнали о готовящихся ядерных испытаниях Позже всех в мире, лишь 17 октября 1961 года Это спустя почти месяц после первых зарубежных публикаций Открывая в только что построенном Кремлевском дворце съездов 22-й съезд КПСС Хрущев неожиданно прервал свой доклад, чтобы сообщить делегатам сенсационную новость Очень успешно идет испытание нового оружия Видимо, мы испытание кончим 30 или 31 октября Взрыв атомной водородной бомбы мощностью 50 миллионов тонн тротила Мы говорили, что мы имеем бомбу в 100 миллионов Но 100 миллионную бомбу мы взрывать не будем Потому что если мы эту бомбу взорвем, то мы можем и себе окна побить Почему Хрущев все-таки не решился взорвать 100 мегатонн? Главным аргументом против испытаний стали расчеты ученых Земля подвергнется радиоактивному заражению На ней появятся новые неизвестные науки вируса Образовавшийся от взрыва гигантский огненный смерч Уничтожит огромную территорию, равную по площади Владимирской области При этом экипаж самолета-носителя погибнет А для демонстрации мощи Советского Союза, о которой так мечтал Хрущев Вполне хватит и 50 мегатонн Этот взрыв будет в 10 раз мощнее всех взрывов вместе взятых Произведенных во время Второй мировой войны Включая и атомные в Хиросиме и Нагасаке Незадолго до испытаний Сахаров собрал группу разработчиков Андрей Дмитриевич сказал Есть ли у кого-нибудь сомнения, надо ли проводить этот эксперимент Состоится ли он, есть ли у вас в этом уверенность И я прошу каждого из вас высказаться на эту тему Каждый высказал мнение Андрею Дмитриевичу Все будет нормально, эксперимент пройдет удачно Точно в назначенное время секретный эшелон с бомбой вышел из Сарова Для того, чтобы сбить с толку американскую разведку Несколько похожих поездов ушли с объекта в других направлениях И только очень узкий круг специалистов знал Что бомбу везут в Мурманскую область на авиабазу Олени Именно там ее ждал зеркально отполированный самолет Бомбу должны были сбросить на остров Новая Земля Это место, где по выражению одного из художников Цветущая летняя тундра напоминала разноцветный ковер А голубые вечные ледники спускались с гор прямо в море В середине 50-х превратили в советский ядерный полигон В 1954 году Никита Сергеевич Хрущев подписал секретное постановление ЦК КПСС Которое предписывало построить полигон и проводить на нем атомные испытания На суше, в воде и в атмосфере В середине 50-х Новая Земля была переименована военными в Объект 700 А осень 61-го стала для этого объекта самым горячим временем Водородные бомбы там взрывали несколько раз в неделю Заряды для испытаний собирали круглосуточно А сборщики только и мечтали о том, чтобы хорошенько выспаться Расслабляться было некогда Я должен сказать, что по условиям работы Там у нас полагалось, даже выдавали специальный спирт Для того, чтобы там протирали какие-то определенные детали Там она, консервация и так далее Ну, у всех, так сказать, где-то в тумбочке было Может быть, путалки спирта Некогда было выпить Так ни тех же расслабления буквально не было Работая очень вздох Испытание супербомбы должно было стать 130-м по счету советским ядерным взрывом Объекту 700 предстояло принять на себя всю ее мощь На этих кадрах, которые несколько десятилетий пролежали в секретных архивах Специалисты приводят бомбу в боевое состояние Они прекрасно понимали, что это будет самый мощный взрыв в мировой истории И хотели оставить себе что-нибудь на память об этом событии Ну, и когда я понял, что я вроде бы прямой части У меня никого сегодня нет, свинера нет Я посоветовал с нашим военпредом Сказал, слушай, если я сверну шильдик, заряды, ты как? Ну, он мне говорит, что На задел не влияет, только винты на месте Это этикетка, на которой указывается индекс Заводской номер и дата изготовления Вот он, этот шильдик С тех пор он хранится в моем домашнем музее уникальных вещей Утро 30 октября 1961 года выдалось хмурым Самолет с громадной бомбой, которая полностью не влезала в его бомболюк Был готов к старту Летчики получали последние указания Волнение достигло предела Полет верхом на водородной бомбе мог оказаться смертельным для экипажа Чем закончатся эти испытания, не мог предсказать никто У всех у нас, безусловно, было впечатление Но необычное, состояние необычное Это в мире, в истории Советского Союза и Америки Не было таких взрывов Поэтому все переживали Мы провожали самолет с надеждой И все должно быть И на взлетную полосу бежали, провожая его Так что эффект Такого сочувствия и ожидания Проявлялся у всех участников этих испытаний Экипаж во главе с командиром майором Дурновцевым Сфотографировался на память Два летчика сниматься отказались Фотографироваться перед полетом считалось плохой приметой Ближе всех к эпицентру взрыва Должен был оказаться самый молодой член экипажа Стрелок-радист Василий Болотов Его место находилось в хвосте бомбардировщика Болотов единственный из членов экипажа Ту-95 Который дожил до наших дней Так как я был молодой Мне это в радужных тонах все казалось Я был почему-то уверен Вот надо мной подтронили Он смотрел еще и смеется Ну из экипажа говорит еще и смеется Вроде тут надо в смысле плакать заранее Слезу проронить Что может быть не вернуться А он смотрит смеется ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В 9 часов 26 минут по московскому времени Самолет с бомбой разбежался по полосе И тяжело поднялся в воздух Теперь оставалось только ждать Ну а рядом стоит какой-то там деятель Судебы И я что-то вот так встал И вот так втираю Ну просто сердце не болело Ничего Встал, говорит Ёкает сердечко-то Ждали не только на авиабазе Прошло уже больше часа С тех пор, как самолет взял курс на новую землю Хрущев сидел в своем кабинете И поглядывал на телефон Он вспомнил, как незадолго до испытаний Он спросил у военных Где мы сможем применить эту бомбу В случае войны? Как можно дальше от границы Социалистического лагеря Ответили ему Лучше всего на территории главного противника США Но ведь до них еще надо достать Однажды Хрущеву показали проект Суперсовременного реактивного бомбардировщика На карте был отмечен его маршрут С территории Советского Союза К берегам Соединенных Штатов Америки Там, в районе Нью-Йорка и Вашингтона Картографы изобразили грибовидные шапочки Однако дальше, по схеме Самолет почему-то двигался на юг, в Мексику И там уже были нарисованы красные зонтики парашютов Хрущев тогда ехидно поинтересовался у генералов Согласовали ли они уже свои планы с мексиканским правительством Мексика не наша теща, чтобы мы там садились, когда хотели Добавил он Хрущев верил, что очень скоро ядерные ракеты Сменят бомбардировщики И станут самым грозным оружием От них империалистов не спасут никакие океаны И никакие расстояния А пока пусть знают, какая сила стоит за Советским Союзом Хрущев еще раз посмотрел на часы С минуты на минуту самолет должен сбросить свою гигантскую ношу Но телефон по-прежнему молчал Неизвестность действовала на нервы Конечно, хорошо было бы обойтись без этих дорогих смертельных штучек Но ведь американцы на вооружении не скупятся и тоже взрывают бомбы Он тогда недаром сказал Сахарову, что глава государства не может быть слюнтяем Хрущев считал себя очень мощным человеком Поэтому он мог стучать ботинком в Нью-Йорке на сессии Улановской Почему? У него была супербомба У него было 50 мегатонн Ударная волна три раза обходит земной шар У него впервые появилась возможность уничтожить Соединенные Штаты Чем ближе была цель, тем сильнее росло напряжение среди экипажа Перед стартом летчикам раздали небольшие кинокамеры Чтобы они могли отснять свои действия во время полета Еще одна съемка велась летевшего рядом с самолета-дублера Бомбардировщика Ту-16 Тогда и были сделаны эти кинокадры, которые потом будут показывать Хрущеву и другим членам правительства 30 октября 1961 года в 11.30 утра по московскому времени Самая мощная бомба в истории человечества ушла из бомболюка вниз Последние три минуты показались экипажу бесконечно долгими Со своего места Василий Болотов хорошо видел Как из бомбы вытянулись сначала вспомогательные парашюты А потом раскрылся и основной Болотов опустил железную штору иллюминатора и надел темные очки Ждать оставалось уже совсем недолго Бомба приближается к точке взрыва Высота 4000 метров Осталось 3 секунды 2, 1, 0 Выв сопровождался световой вспышкой необычной силы В этот момент самолет-носитель находился в 45 километрах от места сброса Вспышкой последующей свечения, несмотря на сплошную облачность Были видны в радиусе до тысячи километров Если сказать слово ад, то это ничего не сказать Как будто подвесили солнце вот рядом Вот такое ощущение, что вокруг меня свет Ну, после этого я никогда в жизни ни разу не видел такой могучей силы света А тут мысль тревожит тебя А ведь мы можем сейчас вспыхнуть в определенный момент Вспышка при взрыве была такой сильной Что ее можно было бы увидеть с Марса в обычный бинокль Двигатели самолета работали на максимальном пределе Пилоты старались увезти машину как можно дальше от взрыва Но самые трудные минуты у них были еще впереди Я посмотрел, глядь, что такое Как это, хрустальная вода Вот это, действительно волна Как бы из хрусталя сделана Смотрю, она перекатывается Кричу, командир, ударная волна сейчас Какая еще там ударная волна? Я говорю, да я вижу, да как ты можешь видеть Воздух же, как же из него А я действительно видел И вот, я же вовремя подсказал Сейчас, говорю, сейчас узнаете И вот как врезало первый раз нас И самолет как бы повис Вот он раз и вниз пошел Значит, еще нос задрал Командир пытается им управлять А он не управляется Вот это самое страшное в этом момент Связь с экипажем пропала на 40 минут Что произошло с самолетом, никто не знал С другой стороны, отсутствие связи Было верным признаком того Что бомба не подвела своих создателей Над новой землей постепенно вырастал Жутковатый огромный гриб Его высота достигала 67 километров И казалось, что внутри него живут Какие-то злые духи Которые уничтожают все вокруг Время от времени Они выплевывали из самого центра Из сплошного бурлящего месива В огромном алиновой языке огня Этот огромный, подпирающий небо гриб Был виден на расстоянии 800 километров Это зрелище потрясло всех без исключения Даже командира самолета-дублера Владимира Мартыненко Который не раз видел ядерные испытания Ты сказал Я много зарядов уже поиспытал Но такого, чтобы видел сейчас, не дай бог Сейсмические станции зафиксировали Взрывная волна Три раза обошла земной шар Сделав первый оборот За 36 часов 27 минут Она была настолько мощной Что в заброшенном поселке В 400 километрах от эпицентра Полностью разрушились деревянные дома А каменные лишились крыш, окон и двери Делегаты 22-го съезда Бурно приветствовали сообщения Об удачно проведенных испытаниях Бомба сработала даже не на 50, а на 57 мегатон Абсолютный рекорд, который вряд ли когда-нибудь будет побит в истории Кремлевский дворец съездов буквально содрогался от оваций В это же утро, 30 октября, съезд подарил стране еще одну сенсацию Сталина вынесли из мавзолея и похоронили у Кремлевской стены Эти два события навсегда останутся символами хрущевской эпохи По стечению обстоятельств они произошли в один и тот же день Словно кто-то хотел сразу показать все сложности и противоречия этого времени На всех, кто имел отношение к эксперименту Пролился настоящий дождь из орденов, медалей и денежных премий Но говорить, за что их получили, категорически запрещалось В списках, представленных к наградам, Сахарова сначала не оказалось Ему припомнили конфликт с Хрущевым на июльском совещании в Кремле Но тут возбудился сам Хрущев, который заявил, что вклад ученого в оборону страны огромен Так Сахаров стал трижды героем социалистического труда А в мире царил настоящий переполох Хрущев действительно сумел показать империалистам Кузькину мать Разведка в это время докладывала Американцы разрабатывают свою собственную супербомбу и готовят ее к испытаниям В Москве же возник замысел смыть американский империализм с лица земли Причем не в переносном, а в буквальном смысле На берегу Ладожского озера срочно построили макет Атлантического побережья США А в самом озере стали взрывать мины различной мощности Общий план состоял в следующем Взорвать в глубине океана 100-мегатонную бомбу И возникшая при этом гигантская волна высотой почти в полкилометра Уничтожит американское побережье И проектов такого рода было несколько Думали еще, как уничтожить Соединенные Штаты из космоса Известный конструктор космической техники Владимир Челомей Например, предлагал Хрущеву создать ракету Которая вывела бы супербомбу на орбиту Земли Там этот термоядерный спутник должен был находиться до тех пор Пока ему не будет дан сигнал Ударить по территории противника Это было соревнование фантастических проектов И что самое главное Что все они могли быть осуществлены Это все было рядом Это были вроде бы внешне нормальные люди Но все-таки 20 век Это век ядерно-ракетного безумия Спустя годы Андрей Сахаров признавался Что и сам принимал участие в этом безумии Его идея заключалась в том Чтобы вооружить подводные лодки Торпедами со ста-мегатонными боезарядами Такими гигантскими торпедами Советские подводные лодки должны были наносить удары По побережью США в случае атомной войны Когда Сахаров поделился своими мыслями С офицерами-подводниками Прошедшими Великую Отечественную Их это просто шокировало Военные моряки заявили Для них отвратительна даже сама мысль О таком массовом убийстве Как писал Сахаров Он устыдился своего проекта И больше ни с кем и никогда его не обсуждал Отношения между Советским Союзом и Западом Ухудшались с каждым месяцем Осенью 62-го разразился кризис Вокруг советских ракет на Кубе Когда по обе стороны океана Ядерные ракеты были готовы к пуску На полигонах тем временем Продолжали испытывать ядерные водородные бомбы К концу 62-го года Около 200 советских и американских взрывов Отравили атмосферу Земли Сахаров потом признается Тогда он отчетливо понял Его замысел остановить ядерную гонку Терпит крах Это был для меня страшный урок Скажет он Нельзя было сидеть на двух стульях В это время один из создателей Супербомбы Виктор Адамский Написал письмо Хрущеву Он предложил Запретить взрывы на Земле В океане и в воздухе И снова как в июле 61-го Хрущеву понравилась идея физиков Она представляла достойный выход Из тупиковой ситуации 2 июля 63-го года Хрущев официально выступил С предложением ограничить испытания И его поддержал президент США Кеннеди Через месяц 5 августа В Москве был подписан договор О запрещении ядерных испытаний В трех средах На земле, в воде и в воздухе Он действует до сих пор К этому времени окончательно провалился И замысел уничтожить Американский империализм Ничего не вышло и у американцев Уже по окончании холодной войны Были рассекречены несколько фотографий Американского бомбардировщика Б-52 С огромным устройством под брюхом Это был макет американской супербомбы Которую хотели испытать В качестве ответа русским Но испытывать не стали Возможно, американцы поняли Что копировать советский взрыв Уже не имеет смысла Бомбу попросту утопили в океане Конечно же, эта бомба никогда И не могла стать оружием Она не могла стать оружием Слизкого она велика Да и носительных подходящего Неуязвимого для нее просто не было На ракету ее не поставишь Поэтому, когда было 50-летие Минатома Приезжали к нам в музей Товарищи из политехнического института Выбирали, какую бомбу повесить Я им сказал Что вы думаете Берите вот эту вот У вас есть, говорит, царь Колкул Который никогда не звонил У вас есть царь Пушко Который никогда ни разу не стрелял А вот вам, пожалуйста, бомба Которая никогда не была на вооружении Через три года после испытаний супербомбы Хрущев будет смещен со всех своих постов И отправлен в отставку Его чудо-оружие так и не изменит ход мировой истории И не сделает Никиту Сергеевича удачливым политиком А Сахаров активно выступит против разработки И испытаний ядерного оружия Вскоре его совсем отстранят от секретной тематики В 1980 году Академика диссидента отправят в политическую ссылку Которая продлится долгих 7 лет Что касается самой бомбы То после 1961 года Подобные ей устройства взрывать больше не пытались Ее мощность так и осталась непревзойденной Сразу же после испытаний Бомба попала в Книгу рекордов Гиннеса И остается там до сих пор Как одно из самых мрачных достижений Человечества И как напоминание Чтобы договориться Советскому Союзу и Америке Понадобилось заглянуть в ядерную пропасть Лишь после этого Они сделали шаг назад Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok